Александр Иванович Герцен. Мимоездом. Ехавши как-то раз из деревни Москву, я остановился дни на два в одном губернском городе. На другое утро явилась ко мне жена одного крестьянина из нашей вотчины, который торговал тут. Она была в отчаянии. Муж ее сидел шестой месяц в остроге, и до нее дошел слух, что его скоро накажут. Я расспросил дело. Никакой важности в преступлении его не было. Я знавал когда-то товарища председателя, честнейшего человека в мире и большого оригинала. Отправляюсь прямо к нему в уголовную палату. Присутствие еще не начиналось. Мой старичок, своим добродушным лицом и синими очками на глазах, сидел один одинеханик, читая страшной толщины дела. Мы с ним не видались года три. Он обрадовался мне, и я ему обрадовался. Не потому, чтобы мы друг друга особенно любили, а потому что человек всегда радуется, когда увидит знакомые черты после долгого отсутствия. Я сказал ему о причинах моего появления. Он велел подать дело. Резолюция была подготовлена. Я попросил его обратить внимание на некоторые облегчающие обстоятельства. Он согласился возможности уменьшить наказание. Поблагодаривши его, я не мог удержаться, чтобы не сказать ему дружески взявши его за руку. — Владимир Яковлевич, ну а если б я не пришел да не попросил бы вас перечитать дело, мужика-то бы наказали строже, нежели надобно. — Что делать, батюшка? — отвечал старик, поднимая свои синие очки на лоб. — Совесть у меня чиста. Я, не читавший всего дела, никогда не подпишу протокола, но признаюсь, как огня боюсь отыскивать облегчающие причины. Но вас нельзя обвинить ни в снисходительности, ни в особом желании облегчить участь подсудимого. — Совсем напротив. Я двадцатый год служу в этой палате, а всякий раз, как придется подписывать строгий приговор, так мурашки по телу пробегут. — Так отчего же вы не любите облегчающих обстоятельств? — Ведут далеко, вот что. — Право, вы нынешние все только вершки хватаете. — Но ведь вы чай служили там где-нибудь в министерстве, а дело, наверное, в руки не брали. — Но вам оно все темная грамота. — Не хотите ли позаняться у нас в архиве? — Прочтите дела хоть за два последних года. — Вперед пригодится. — И судопроизводство узнаете, и людей тоже. — Тут и поймете, что такое отыскивать оправдание и куда это ведет. — Благодарю за доброе предложение, однако прежде, нежели я перееду в ваш архив на несколько месяцев, скорее не прочтешь двух полок. — Объясните теперь еще более непонятное для меня отвращение ваше от облегчающих обстоятельств. Хлопот, что ли, много? Времени не достает рыться в каждом деле? — Господи, прости мои прегрешения. — Да что я, батюшка, в ваших глазах турка или якобинец какой? Что из лени? Заметьте, якобинцев во всем обвиняли прежде, но исключительно Владимиру Яковлевичу принадлежит честь обвинения их в лене. Стану усугублять участь несчастного. Говорю вам, далеко поведет. Воля ваша. Я готов согласиться, что я непростительно тук, но не понимаю вас. — Ох, эти мне петербургские чиновники. Портфельчик эдакий Софьянный с золотым замочком под мышкой. А плохие дельцы. Да помилуйте. Возьмите любое дело да начните отыскивать облегчающие обстоятельства от одного к другому, от другого к третьему. Так к концу-то и выйдет, что виноватого вовсе нет. Что же за порядки? Тем лучше. Так это по-вашему за все по головке гладить. Это где-нибудь в Филадельфии хорошо, где люди друг друга едят. Как же в благоустроенном обществе виноватого не наказать? Да какой же он виноватый, когда вы сами найдете ему оправдание? — Ну да это-ка и всякого оправдаешь, коли дать волю мудрованиям. Я разве затем тут посажен? Я старого покроя человек. Мое дело — буквальное исполнение. Да и так нехорошо. Ну как же, видишь, что человек украл? Вор есть, а тут пойдет. Да он от голоду украл, да мать больна, да отец умер, когда ему было три года. Он по миру с тех пор ходил, привык бродяжничать. И конца нет. Так вора и оставить без наказания? Нет, батюшка. Собственное сознание есть. Улики есть. Прошу не гневаться. Пятнадцатый том свода законов да статейку. Вот от того эти облегчительные обстоятельства для меня нож в острый. Мешают ясному пониманию дела. Теперь я, знаете, понатарелы попривык. А бывало сначала. Ей-богу. Измучишься. Такой скверный нрав. Ночью придет дело в голову. Вникнешь, порассудишь. Не виноват, да и только. Точно на смех уснуть не дает. Кажется, из чего хлопотать. Не то, что родной или друг, а так. Бродяга, мерзавец, беглый. Пандит ты, а сердце кровью обливается. Оправдай этого. Оправдай другого. А там третьего. На что же это похоже? Я себя на службе не замарал. Честное имя хочу до могилы сохранить. Что же начальство скажет? Все оправдывает, словно дурак какой-нибудь. Да и самому совестно. Я думал, думал, да и перестал искать облегчающих причин. Наша служба мудреная. Не то, что в гражданской палате. Доверенность засвидетельствовал. Купчую совершил. Духовную утвердил. Отпускную скрепил. Да и спи спокойно. А тут подумаешь. Такой-то Еремей вот две недели тому назад тут стоял. Говорил. А идет теперь по Владимирской. Такая-то Акулина идет тоже. Да и знаете того. На ногах. Ну и сделается жаль. Понимаете теперь? Понимаю, понимаю, добрейший и почтеннейший Владимир Яковлевич. Прощайте. Этого разговора я не забуду. Пожалуйста, батюшка, по Питеру-то не рассказывай такого вздору. Ну что скажет министр или особо какая? Баба, а не товарищ председателя. О нет-нет, будьте уверены, я вообще с особо ни о чем не говорю. Москва. Май 1846. Редактор субтитров А.Семкин